Добрый день дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать про самые разные чехлы компании CaseMate Это как модели для устройств на базе IOS, так и разные другие штуки Как видно у меня снова полный пакет всякого добра Сейчас будем разбираться со всеми этими замечательными штуарами К сожалению у меня есть не все устройства Ну и странно было бы если бы у меня было такое количество разных всяких штук Хочу заметить что большинство производителей чехлов делают свой аксессуар исключительно для айфона, айпэда, айподов и так далее Но у CaseMate в линейке есть и много других моделей Например вот чехол для Sony Xperia S Это просто такая спинка на заднюю часть белого цвета Есть еще черного, по-моему красного Есть все соответственно разъемы здесь необходимые, ну вернее отверстия для разъемов, для камеры В первую очередь нужен этот чехол для защиты Ну и мне кажется вторую очередь для красоты Не сильно увеличивает размер устройства Тонкий поликарбонат Ну и собственно очень такая простая модель Если у вас аппарат черного цвета, то легко превращает в белую Называется вот так, можете посмотреть А вот это вот например чехол для HTC Sensation Есть и для других моделей HTC Это просто из такого твердого, вернее мягкого пластика или резины Тоже обложка на заднюю часть Есть здесь все необходимые отверстия Чехол гибкий, плотно облегает аппарат Ну и вот собственно называется он Amersmooth Вот так вот он называется Можете посмотреть для своего HTC Вот такая вот моделька Потом есть чехол например для Nokia даже Lumia 800 Это скажем так защищенная линейка чехловка из Mate Он как бы из двух состоит частей Внутри здесь такая силиконовая прокладка А сверху часть из твердой пластмассы Вот есть здесь соответственно фальш кнопки Ну или не фальш кнопки А вот эти вот заменители кнопок Вырез под разъем, под камеру Прочный чехол, ну если аппарат упадет Вот на чехол То с ним наверное ничего не случится Хотя конечно гарантировать этого нельзя В наше время может быть все что угодно Чехол для... сейчас я вам скажу А ну и вот собственно у меня теперь уже остались здесь чехлы Для iPhone 4 4s Вот наверное классика Это просто такие... Ну скажем так спинки То есть можно... я не буду сейчас здесь Все это дело вставлять, чтобы не вытаскивать Потом долго и упорно Ну выглядит вот так вот Занятные здесь принты Плюс в отличие от ряда других Скажем так производители у Кейзмейт Эти самые принты Они сидят, ну вернее держатся хорошо Долго и вы можете Смело обращаться с таким чехлом как угодно Сигнейчо Ну это просто такой футляр Вот здесь вот есть магнит То есть вот эту штучку можно закрепить Потянули, вытащили Вставили Закрыли Пошли себе дальше Все очень просто Все как положено В жизни Глэм Это серия чехлов для iPhone 4 4s Ну скорее такая девчачья Потому что вот здесь все так блестит Переливается Можно соответственно себе Если вы красите там Делать маникюр У вас такой лак Ну такой Занятный чехол Пойдет К этому ко всему Очень даже хорошо Чехол Снэп Отличается тем Что здесь есть Такая замечательная штука Ну вот с этим я наверное даже Могу легко вам показать Потому что это не пластика Такая довольно таки плотная резина Ну вот сидит Сидит хорошо А вот эта штука Она То есть она вот так вот прямая Но она легко изгибается И у вас получается подставка Под аппарат Кто-то пишет в инстаграм Вот она То есть вот так вот согнули назад Все Она защелкнулась Снова на месте Вот так вот Снова Она отогнута Любопытная модель Казмит может позволить себе Такие смелые эксперименты Еще есть Чехол Пантом Это защищенная модель Состоит из Двух чехлов То есть она довольно большая Здесь соответственно Нужно ее вот так вот вытащить Сейчас я вам попробую показать Это быстренько Здесь есть защита экрана Вы сюда вставляете Айфон Таким вот образом То есть это как бы будет Первая часть Естественно Здесь пленка сделана Таким образом Что вы можете вполне себе Нормально пользоваться устройством Вот И затем вы вставляете Этот чехол Вот сюда Здесь есть все заглушки Для разъема 3,5 см Ну 3,5 см Для миниджека Такая вот штука Вот здесь вот Вот и соответственно Можно его там Не знаю Вронять Бить За счет того что Чехол Я пошевырнул его в стену С удовольствием Но камера стоит на штативе Боюсь вам не покажу То есть за аппарат не страшно Он вряд ли переживет Конечно падение там В какой-нибудь Здесь тоже вот есть защита Кстати Он вряд ли переживет Погружение на большую глубину Или еще что-то Но Пыль Песок Грязь Еще что-то Ну скорее всего Выдержит Ну грязь Если там не прям Не валять его По тяжелому А Валять его не очень По тяжелому Назовем это так Очень хорошо давать Детям такой чехол Чтобы они игрались А вы соответственно Не будете переживать Что у вас Аппарат Сломается Или разобьется Конечно вот Все это дело доставать Не очень здорово Предваряю ваши вопросы Что это такое у меня на руке Часто спрашивают Люди в комментариях Это мьют в отче Замечательные часы Они у меня сели Неделю назад Предваряю следующий вопрос Ну так Вообще здесь видны цифры Поддерживаются Всякие там Мультитач Режимы и так далее Обзор есть на сайте MabedReview.com Заходите к нам Читайте Такой у нас получился Ролик в ролике Это чехол для Samsung ТЭП Ну он довольно простой Здесь в общем-то Нечего показывать Был бы Samsung Показал бы вам с удовольствием А так показывать Особо нечего Еще есть модель Вот для iPad iPad тоже К сожалению У меня Не с собой Но Из хорошего Сделан материала Вот здесь Все естественно Складывается Скручивается Можно использовать Как подставку Так или вот так Но Выглядит здорово Мне нравится Наконец Напоследок Я оставил Модель Под названием Titanium Она Подназначена Для iPhone 4 4s Я бы рекомендовал Четверка использовать Сделана из Титана Стоит Этот бампер Порядка 300 долларов На официальном сайте В комплекте Есть соответственно Две вот эти Боковинки Плюс комплект Для того чтобы Его скрутить Ну здесь есть соответственно Вот Как вы можете видеть Дубликаты кнопок Вот И Я не буду сейчас Полностью собирать Этот чехол В материале Про Чехлы Я поставлю ссылку Вот Просто покажу Что ну вот так Вот он тут Щелкивается Главное В нижней части Все тут Защелкнуть Вверху Что-то не получается Ну давай Чехол Давай Бампер Родимый Вот Самая главная Особенность То что он Миниатюрен Да Что ты будешь Делать Я не буду В общем С ним сейчас Бороться Прям Сильно Главная Особенность Это Миниатюрность Так Сейчас Подождите Сейчас Сейчас Дядя Сережа Поборет чехол Не хочет Он побороться Главная Особенность Это миниатюрность И конечно Металл И конечно же Металл Здесь Здесь мне нравится То что Есть такие Резиночки Они Не дают Аппарату Прикасаться С бампером Вот Плюс Очень хорошо Что вы можете Аппарат В этом чехле Легко устанавливать В акустические системы Ничего там не меняя Это вот Очень Правильно Ну Что сказать вам Напоследок Я рекомендую Обратить внимание Владельцам Нокия Надо смотреть Что тут мне пишут Писать могут Всякие И тревожные люди В том числе Владельцы HTC Пожалуйста Для вас Владельцы Сони И для вас Есть на что Посмотреть Владельцы Айфон Конечно же Тоже Смотрите 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 В материале Будет указано Где можно Чехлы купить Ну Я вам Всячески Рекомендую Присмотреться К этим Моделям Ну И ко Многим Другим